Легкие морозницы, бескрайние снега. Зимнюю дилю в Семигорье нарушает только рев десятков мороров. Сегодня здесь проходит второй этап первенства России по кроссу на снегоходах. В прошлом году Ивановская область достойно справилась со своими обязанностями принимающей стороны на двух чемпионатах мира. Так что традицию проведения крупных соревнований по техническим видам спорта в Семигорье решено было продолжить. В первенстве принимают участие 33 гонщика. Для них победа в этом соревновании – шанс войти в сборную России на чемпионате мира. А заодно и опробуют трассу. Спортсмены здесь катаются на трассе, которая три дня назад приняла комиссия ФИМ для чемпионата мира. То есть трасса, по которой они сегодня катаются, это та трасса, которая будет на чемпионате мира. Она всем требованиям и Международной Федерации соответствует. Для них это большая, хорошая тренировка перед чемпионатом мира. Протяженность трассы на этот раз 1100 метров. Спортсменам предстоит преодолеть трамплины, гребенки и крутые повороты. Искусственные препятствия заботливо приготовлены организаторами первенства. Сложные участки, те, которые, это кочки, которые устаешь, они просто выматывают под конец заезда. Сил нету, нужно держаться крепче, еще нужно газовать. Конечно, честно, это самый тяжелый момент. Продержаться спортсменам надо три заезда. Каждый длится 15 минут плюс два круга. Однако морозная погода не на стороне гонщиков. Ну, все в разных условиях. Конечно, техники лучше, когда тепло. Когда холодно, оно ломается чаще. Ну, механики стараются сделать все возможное. Но, как и в любом другом техническом виде спорта, многое решает и случай. А техника порой ведет себя непредсказуемо. Техника меня сегодня подвела, да. В последнем заезде боролись за пятое, четвертое место. Я был пятым, ехал, догонял четвертого, уже пытался обогнать. Но подвел снег, вот новый снег подвел, порвался ремень вариатора. И, как бы, я остановился и не смог финишировать. А первым финишировал, причем во всех трех заездах, 25-летний Евгений Мартвиченко из Нового Уренгоя. Теперь у него есть шанс представить Россию на чемпионате мира. Финал которого пройдет в начале марта здесь же, в Семигорье. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Вичугский район.